Привет, мои хорошие! С вами Селена Свой. И сегодня у нас будет такой бьюти-бьюти-влог. Мы будем открывать с вами бьюти-коробочку и смотреть, что же там внутри. Сегодня у нас такие домашние посиделки, да, такие вот дома, на моей любимой кухне. Малыш мой спит, и я еще никак не могу войти в ритм для того, чтобы начать видео снимать каждый день. Поэтому сейчас уже достаточно поздно. Я снимаю видео, потому что просто не успела его снять. Во влоге потом все вам расскажу. Был супер эмоциональный день. Я уже выставила пост в Инстаграм. Значит, вот такая вот пришла коробочка мне. Смотрите, здесь travel box. Amazing Thailand. Что-то, видимо, связанное с какой-то поездкой или, может быть, турагентством. Или, может быть, здесь будут с Таиланда какие-то приколюшки. Ну, я не открывала. Ну, так вот открыла, чтобы так, общим взглядом взглянуть. Но ничего не пробовала, ничего не тестировала. Я бы хотела с вами сейчас все это проверить, все это потестировать. Значит, первое, открываю коробочку. И что я вижу? Вот это какое-то... А, ну, это турагентство. Турагентство. Интересный этот наклеечек. Я так люблю эти бьюти-коровочки. Вообще, это реально такой сюрприз. Я уже говорила об этом. Нет, это просто открыточка. Это не... Я люблю предвкушать. Я не люблю, знаете, достала все, так разложила, посмотрела, что там. И все. Я люблю вот наклеечка, поковырять там. В общем, это не наклеечка, это просто турагентство, видимо, какое-то. В этот раз мне пришло много... О, кстати, забыла все. Вот видите, это все, это в таких больших попахах. Ваша помощь будет нужна. Давайте это отложим на потом. Итак, первое, что бросается мне у глаза, это вот... Вот. Это вот что. Это такое средство, натуральный комплекс масел для укрепления и ухода за ресницами. Для густых, бархатных, насыщенных цветом ресниц. Стимулирует рост, питает и увлажняет, придает эластичности блеск, восстанавливает естественный цвет. Мне, наверное, нарущенные мои ресницы лучше не мазать, только нижние, да? Я на самом деле... I Lush Oil. Я на самом деле хочу что-нибудь попробовать, чтобы ресницы были, ну, длинные. Я не хочу их наращивать, я хочу удлинить, вот, за счет такого какого-то средства, да? Элма. И... Кто пробовал, кстати, мне интересны отзывы. Я вам сейчас так общее скажу, да? Здесь внутри кисточка такая изогнутая с маслами. С маслами. Пахнет вкусно маслами. Мы, видимо, ей наносим, а вот это вот расчесываем. Мои нарущенные можно расчесать пока. Вот. Я, конечно же, это буду тестировать, и потом в Инстаграме, кстати, ссылку я оставлю на Инстаграм, как всегда, заходите. И в Инстаграме потом напоминайте мне, я обязательно расскажу, скажу. Ну, наверное, я этим воспользуюсь попозже, когда сниму свои ресницы, как раз мне очень пригодится укреплять. Дальше. А что за фирма эта? А, ну я сказала, да? Способ применения. Нанести масло на чистые ресницы или брови. Излишек промокнуть салфеткой. Состав. Масло касторовое, масло репейное, масляный экстракт крапивы, масляный экстракт расторопши, витаминный комплекс, А, П, П, А, гиалуроновая кислота, витамин Е. Вот так вот. Дальше мне бросается в глаза вот такая вот красная линия. Это мусс для умывания. Ой, я так люблю мусс, пенки, все эти. Мне кажется, они очень экономичные и вообще приятные. Да? Мусс. Так, сбалансированный уход. Для лица. Натуральные масла. Для комбинированной кожи. Очищение, тонизирование, защита. Видите? Даже не пробовала. Ой, классно. Ой, как пахнет. Красная линия. Вообще есть что-то хорошее, да, в этих? Красная линия, чистая линия. Ой, классно. Очень мягенькая. Я вот люблю, 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 люблю. Мягко так. Блин, я с таким удовольствием теперь буду умываться. До этого я не без особого удовольствия это делала. Плюс мой. Сходила, помыла, и сына проснулся. Такой сонный. Телефон берет, сразу брал. Я говорю, что ты не спишь, что ты не спишь, он хитрый. Он без меня не спится. В общем, девочки, вот это вот мне очень понравилось, прям порадовало меня. Я не знаю, как оно будет умывать еще лицо, но у нас прям видео АСМР получает. Пожалуйста, любители АСМР, только не воспринимайте его серьезно, ладно? Я не думаю, что мне будет это приятно. Не знаю почему, но у меня как-то странное ощущение от АСМР. В общем, был такой сбалансированным узлепитанием, очень приятный. Кожа прям реально очень классная. И я прям рада, что и вот здесь много. Сколько здесь? 100 миллилитров. Я думаю, его надолго хватит. Но проверим тоже. Дальше, что мне бросается в глаза, это шампунь. Я, кстати, очень люблю вот такие вот небольшие шампунки. Их очень удобно брать с собой в поездку. И, кстати, все, что мне в прошлый раз в коробочке привозили, еще то, что добавили в магазинах, я с собой взяла в поездку. Очень мне все прикупилось. Я прям все выполизовала. Есть такое слово? Выполизовала. В общем, это шампунь чайного дерева. Оно реально очень пахнет чайным деревом. Я уже его нюхала. И я вот такие вот собираю, и потом их с собой в поездку беру. Надеюсь, мне получится летом в Крым съездить. Я его уже там испробую. Дальше. Чистая линия. Мицеллярное молочко. Я, кстати, заметила, что сейчас мицеллярное модно, да? В одной из фирм было мицеллярный гель. Мицеллярная вода сначала, то, что я видела, потом мицеллярный гель, и вот мицеллярное молочко. Для сухой чувствительной кожи. Снимает макияж и увлажняет питание. Ну, в общем, эти средства, они всегда нужны, всегда полезны. Особенно без жирной пленки, кстати, написано. Особенно для тех, кто красится, кто снимает постоянно. Ну, в общем, для меня это средства точно не приезжает. Так, дальше здесь у нас Гималайя зубная паста. Ну, я, кстати, была такая зубная паста, я и пользовалась. Она, по-моему, серая митая. Я как-то была в Гималаях, в Индии, в Тибете. Я все покупала такие. И еще в гостиницах там такие были. Да, она вот такого цвета, видите? Как видно? Какая серая. Называлась обратно. Послушная. Почищу зубки на ночь ей. Кстати, мне очень нравится вот эта паста. В некоторых магазинах даже продают вот эти Гималайя. Эта фирма у них очень известная. Я помню, когда была в Индии, я очень всего набрала этой фирмы. Дальше. Что это такое? Что это такое? Все, не по-русски. Тоже зубная паста. Твин лотус зубная паста с углем. Она, наверное, черная. Черного цвета. Я вообще просто ясновидящая. Состоит на 94% из натуральных компонентов и обладает тройным действием. Активированные оболи активно удаляют зубной налет и зубной камень. Гвоздичное масло и гуава борются с появлением бактерий. Являющихся причиной образования налета. И щадящая формула зубной пасты подходит для чувствительных зубов и при кровотечении десен. Давайте откроем и посмотрим ее. Какого она цвета? Она больше. В общем, вот эта маленькая. Тоже в поездке, кстати, удобно брать. Маленькая. Кто-то таскал с собой большую черную пасту. Черного цвета. Оно запечатанное. Я люблю вообще необычные вещи. Черную, знаете, черный гель, черный шампун. Во. Реально черная. Какая-то черная коричневая. Пахнет приятно, кстати. Не пойму даже, что это. В общем, буду пробовать. Столько всего, столько всего. Бьюти, бьюти. Бьюти, бьюти. Так. О, кстати. Вот здесь какие-то интересные штуки. Скажите, кто пробовал. Вот я... Может быть, конкурс сделать? Может, конкурс сделать? Я сделаю конкурс в Инстаграме. Да. Вот такие две штучки. Это средства от обильного потоотделения с пролонгированным действием. Вот у меня два есть. И типа, короче, устраняет обильное потоотделение надолго написано. Вот у меня две такие. Их как бы две нужно делать. Вот такой способ применения здесь. Значит, салфетка рекомендуется к использованию людям повышенной нормальной потоотделением. Применяется в области подмышечных впадин, ладоней и ступней. Способ применения. Использование салфеток не рекомендуется в течение 24 часов после удаления волос. Вымыть и тщательно высушить кожу. Вскройте упаковку салфетки и обработайте подмышечную впадину или ступней ладони. Дайте коже высохнуть 2-3 минуты. Не мочите кожу до утра. Утром обычные водные процедуры. При обыльном потоотделении повторить процедуру 2 вечера подряд для достижения максимального эффекта. И салфеткой необходимо пользоваться для часа сна. Запрещено утреннее нанесение. В общем, надо мне сделать конкурс и выбрать одного победителя и отправить ему 2 вот такие салфетки. Пусть он попробует их. А может быть, в общем, да, пусть попробует. Так что в инстаграме будет конкурс заходить. Дальше вот такие есть пробнички. Это крем. Крем совершенное сияние. Что за фирма? Herbal Ryan. Herbal Ryan. Herbal Ryan. Кто не знает эту фирму? Я вот нет. В общем, крем, пипикрем, обладает тающей текстурой и мгновенно выравнивает рельеф кожи благодаря уникальной комбинации экстрактов корейской хурмы, тыквенных семечек, овощей и камелин. Камелин. И камелин. Специальная корректирующая база заметно улучшает тон кожи, сужает поры, создавая идеальную основу для нанесения макияжа. Короче, это под макияж. Тоже удобно брать с собой. Даже с косметикой. Причем ботылёк целый свой еще. Не дай бог потеряешь. Так. И что? А, нет. Еще, 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 еще. Такая масочка. Такая вот. Масочка. Коллагеновая маска с экстрактом зеленого чая. Ну, я недолго читать не буду. А я люблю вот такие все масочки. Красиво сделаны, да? Skin Recovery. Вот. Ну, я думаю, она белая там. И мы сделаем масочку. Кстати, может сейчас сделаем масочку? У меня ничего не нанесено практически на лице. Только немного корректора и только для голоса. А еще смотрите. Минерала такая вот. Мира. Пробничек от солнца. Это солнцезащитный крем 30. Вот. Тоже его нужно будет сделать в бассейн и исправить. Хотя я 30, я не защищаю свою кожу на самом деле настолько. Я наоборот покупаю средства, чтобы она загорала сильнее. Масла какие-то там. Чтобы было там не 30, а минус 20. Ну, в плане, чтобы усиливался загар еще больше. Так, это показала, это показала. Ага. Дальше вот. Смотрите, что у нас есть. А что я хотела? Маску. Маску сделаю, да? Смотрите. А здесь для похудения зеленый кофе. Я кофе зеленый пробовала. Мне он не очень, честно говоря, понравился. Но здесь типа худеет от кофе. Такое говорят. Здесь прям много его в пачке. Нужно разводить на сколько там. Да, почему помощь нужна? Потому что в некоторых здесь нет совершенно перевода русского. Я не успела посмотреть. В общем, здесь пришло вот такое для похудения зеленое. Зеленое кофе. Дальше пришел... Трусин какао микс. Инстакакао флауа микс. Может быть, я и читаю даже неправильно все. Но здесь не то, что даже по-английски. Вот сзади не написано даже по-английски даже не написано. Короче, не то же по-английски, на каком-то языке непонятном. Трусин. Но это, наверное, просто кофе. Да? Это просто кофе. Напишите мне в комментариях. Я думаю, это просто кофе. Или это какао. Какао. Возможно, это какао. Или шоколад. В общем, разберемся. Чтоб я знала, что я буду пить. Дальше. Вот еще какие-то вот такие вот штуки. Тоже здесь дали. Все не по-русски написано. Только спереди. Трусин. Сукралоз. Светнер. Это тоже, наверное, какой-то кофе. Да? Ну, просто кто английский знает, мне же это надо целое дело сейчас искать в компьютере. Надо было раньше все это сделать. Но был такой день уважительный. И вот такой лосьон. Здесь по-английски уже написано. Но все равно, если будет кто-то говорить. Значит, лосьон. Hand and body. Видимо, два вкуса таких вот у меня. Два вкуса, два запаха каких-то. Крема такие для тела и рук. Точно это я лосьон для тела и рук. Это я понимаю, да? Вот. Какие-то цветочные. Ну и в принципе все. С этой, да? А, я хотела взять маску. Да. У меня же как раз-таки увидеть еще за маску. Я только же с душем. У меня немного голова еще мог. Видите? Уберем лишние волоса. Кстати, я не посмотрела, сколько я держу. Сейчас почитаю. Ну и что, маски такие делаешь. До минут 20. Даже если я не пойму. Хотя я пойму. Я ее порвала чуть-чуть. Хотите посмотреть, как я буду накладывать эту маску на свое лицо? Только не смейте. Главное, чтобы сына не склонилась. Так, вот он вперед. Я ее порвала чуть-чуть. Это непонятно. Вот так вот. Так. Ну, носа в порах. Блин. Нарвется. Она очень тонкая какая-то. Ну, давай. Не пойму, короче. Да, вот это тонковатая. Но она пропитана хорошо вся такая. Ну, как-то я другие пробовала. Они не так рвались. Да вообще они рвались. Кстати, мне очень нравится, как я выгляжу в маске. Знаете, почему? Сейчас объясню. Сразу выделяются глаза. Да, смотрите, ого, глазище. И рот, рот. Губы, губы. Что такое? Что-то перевернуло. На, нафиг. Это не то, да? Короче, вот так. Ой, хорошо. И масочку заодно сделала. Полезное видео. Для меня так точно. Да, и почитаем, что надо с ней делать. Чего не отпадает? Так, способ применения. Переиспользуем на третье макияж с лица. Ну, у меня его не было почти. Я только из душа. Я немножко под глаза. Но я под глаза даже не положила. Маску. Так, дальше. На 15-20 минут. Легко, легко расправьте ее. Обеспечивая полное прилегание к козлице. Снимите маску. Аккуратно, потянув за края. Легко помассировать кожу за полное впитывание оставшихся средств. Не требует смывания. Ты клёв. Не требует смывания. Классно. Я люблю то, что все не смывается. Знаете, без лишней суеты. Но я все равно, наверное, смываю. И кремом намажу. В общем, вот такая была у нас интересная бьютика. Коробочка. Очень много всего интересного. Не забывайте про конкурс. Проходите в инстаграм. Если какие-то продукты будут интересны, то спрашивайте. Я сделаю пост в инстаграме и расскажу. Нравится, не нравится. Моя красавица. Все, мои хорошие. Доболтались мы с вами. Вот как мы хотели болталку. Да, вот он и с поводом болталка. Посидели. Трещали. Маску сделаем. И конкурс еще. Все. Я вас люблю. Целую. Обнимаю. Увидимся в следующем видео. Пока-пока. Я часто думаю о том, я думаю об этом. С пистолетом в кобуре не так-то просто стать тут поэтом. Тут за поступками слова и под запретом секреты. Мне надо разобраться в этом, мне нужны ответы. И пусть ты где-то далеко, но ты меня меняешь. Знаешь, я б с тобой пошел до пропасти или до края. Дорогая пламя вставляет в жизнь.